Мы будем чередовать философские выступления. Добрый день, я представляю компанию Киви здесь. Мы занимаемся разработкой петрубля, наверное, многие слышали. Вот тема сегодняшней встречи нашей интернет-вещей. Если вы для своих вещей захотите использовать блокчейн, для чего у вас возникнет очень большой вопрос. Какой же именно блокчейн вы хотите использовать? Потому что лидера среди блокчейнов у нас, к сожалению, нет. Есть лидер среди криптовалют, вы его все прекрасно знаете. Биткоин – это самая большая ликвидность, самый большой объем рынка. Все, как бы, волатильность постепенно падает. Но среди блокчейна у нас есть блокчейн Биткоина и у нас есть Этерио. Два таких более-менее обозначившихся соперника. Помимо этого есть разные, разного вида попытки. Были типа битшейера, с Этерио, с Этерио, с Этерио. Вот, собственно, блокчейн Биткоина или Этерио. Вот у вас будет выбор. Или, может быть, что-то третье еще появится. Соответственно, в чем проблема с блокчейном Биткоина, если вы захотите его использовать для вашей интернет-вещи? Во-первых, нет однозначного какого-то канонического способа использовать блокчейн Биткоина, кроме как для перевода биткоина в самих. Есть разные попытки как-то к этому блокчейну приделать, например, приделать выпуск каких-то других активов, например, Counterparty или Colored Coins. Проблема с этими попытками в том, что они все, во-первых, сам блокчейн не знает, какие монеты мы выпускаем в Colored Coins. То есть, когда мы попытаемся делать какие-то смарт-контракты, пользователи блокчейна Биткоина не смогут их, что называется, enforcet и выполнять, проверять валидность. Вот, это первая проблема. Другая проблема в том, что поддержка тех фич, которые используются Colored Coins, например, она не гарантирована. Был случай несколько лет назад, когда в блокчейне Биткоина можно было хранить с каждой транзакцией 80 байт, они урезали это до 40, ну, как-то мотивировав тем, что блокчейн растет, надо как-то всем ущемляться. Собственно, была переписка в блокчейн Дев о том, что разработчики Colored Coins говорили, как же так, мы рассчитывали на 80, вот, теперь у нас 40, у нас все поломалось, и говорят, ну, извините, как-нибудь приспосабливайтесь под 40. Соответственно, никто не гарантирует того, что завтра не станет 20, или просто отключат поддержку этой функции. Соответственно, это вот блокчейн Биткоина, блокчейн Этериума. С другой стороны, тюринг полный, что очень приятно. Его мы можем писать на разных языках программирования под этот блокчейн. Как песочница идеальна, то есть вы можете опробовать любые свои какие-то фантазии. Проблема начнется с тем, когда вы захотите это в продакшн вывести. Блокчейн Этериума не масштабируется совсем, то есть, блокчейн Биткоина, там есть какие-то варианты, сейчас люди придумывают, есть разные пути, как масштабировать. С блокчейном Этериумом реально беда. Это первая проблема. Вторая проблема в том, что сам блокчейн Этериума, он ужасно централизован. Централизован в том смысле, что есть разработчики, Виталий Путерин, главный разработчик. Как он решит, по такому пути дальше система и пойдет. В случае Биткоина, например, есть разные соперничающие, конкурирующие команды, которые потенциально могут выпустить разные ПО, и пользователи могут проголосовать своим хэш-пауэр за тот или иной сценарий развития всей системы. В случае Этериума такого варианта нет. Система централизована, вопрос в чем вообще профит. Собственно, вот такие проблемы с Этериумом. В общем, если надумаете что-то писать, у вас выбор небольшой. Либо блокчейн Биткоина, либо Этериум. И там у вас ожидают проблемы. На этом все. Спасибо. Тим, Тихо. Спасибо. Продолжение следует...